Купи телевизор BQ со скидкой, промо-код и ссылка в описании ролика. Всем хай-ухай, дорогие друзья, сегодня ко мне прибыл новый телефон Xiaomi, Xiaomi Note 10 Lite, у них уже была модель Mi Note 10 с пятью камерами задними, с офигенным зумом, с очень навороченной 108-мегапиксельной камерой, но он был дорого, стоил 40 тысяч рублей, и поэтому они решили сделать версию Lite, немножко облегченную, вот видите, Lite, здесь так и написано, и подешевле. Подешевле, но при этом оставили все те плюшки, которые были в Mi Note 10, они оставили здесь, чтобы телефон получился такой, знаете, ну реально похож на тот основной Mi Note 10. И сколько сейчас стоит этот телефон? Сейчас он продается со скидкой. Если раньше он стоил 33 тысячи, то теперь его отдают за 26, это версия 6.128. Вариант по памяти 6.128, есть три цвета, фиолетовый, белый и черный. Это вот черный, белый и фиолетовый. У меня телефон в цвете Midnight Black, что в переводе означает черный Midnight. Ну, Midnight это типа такой, знаете, полночный или как-то правильно перевести. Открываем коробку, коробка такая дорогая, премиальная, черная. Здесь лежит у нас телефон в черном цвете. Посмотрите, здесь сколько камер. Четыре камеры, две вспышки, два модуля по две вспышки, раз и два. 64 мегапикселя камера, немножко здесь пыль. Камера, кстати, практически не выступает из корпуса. Посмотрите, он вообще реально, вот как будто она сделана вровень. Чуть-чуть совсем, буквально на миллиметрик рамка камеры выступает. Дальше, что у нас здесь еще есть? Чехол силиконовый, кабель USB Type-C белого цвета. И мощная зарядка, тоже белого цвета. Это быстрая зарядка, которая способна заряжать ваш телефон за короткий промежуток времени. Зарядка здесь у нас на сколько ватт получается? На 30 ватт. 30-ваттная зарядка, вот такая вот беленькая. Ну и, собственно говоря, все, больше ничего в комплекте нет. Такой вот простецкий комплект. Ладно, убираем коробку и начинаем осматривать сам телефон. Телефон выполнен в стиле Mi Note 10. У него также используется экран-водопад, то есть закругленные края вот здесь, видите, да? Серьезно так закруглены. Внизу у нас есть разъем для наушников. Спасибо, что его оставили. Есть разъем для зарядки USB Type-C. Динамик, микрофон. Справа кнопка включения и кнопка регулировки громкости. Вверху инфракрасный порт, традиционно для Xiaomi. Еще один микрофон для шумоподавления. Ну и где у нас, вы спросите, сим-лоток? Сим-лоток находится... А где, кстати, он реально? Я что-то не могу... А, вот он! Он справа, но он внизу. Вот здесь вот он, видите? Давайте сейчас как раз оценим, что сюда можно поставить. Можно ли сюда поставить флешку или нет? Итак, проверяем. Проверочка пошла. Можно ли расширить память? Ну, во-первых, смотрите, здесь уплотнительная резинка красная, чтобы туда не заливалась вода. И как мы видим, сюда нельзя установить флешку. Сюда можно поставить только две сим-карты. Сим-1, Сим-2. Сим-карты, соответственно, маленького формата, формата Nano. Да, память расширить нельзя. Это нам говорит о том, что Xiaomi причисляет этот телефон к флагманам, потому что они заявляли, что во флагманы мы не будем делать поддержку microSD флешек. И здесь ее нет. Ну, значит, они считают, что это флагман. Да и стоит он тоже так, ну, уже больше 25 тысяч. По-флагмански, я бы сказал. Сзади используется стекло, вот такой вот большой блок камер. Здесь написано AI Quad Camera с искусственным интеллектом, четверная камера. Ну, собственно говоря, вот такой вот дизайник, достаточно премиальный. Телефон тяжеленький, в руках ощущается так, как вещь дорогая. Вот эта вот рамка сделана из металла, покрашенного в черный цвет. То есть, ну, телефон реально смотрится богато. Богато, дорого. Ладно, включаю. Включаю телефон, зажимаю кнопку включения. Камера фронтальная, как вы видите, здесь расположена по центру. Не как сейчас многие делают, где-то сбоку ее отверстие, а по центру. И здесь используется традиционная для 2019 года капелька. Нет дырка в экране, а именно капелька. Окей, телефон у меня запустился. И вот такой вот здесь экранчик. Экран здесь достаточно большой. Диагональ 6,47 дюйма. Хотя это меньше даже, чем у бюджетного Redmi 9A, который вышел недавно. Который стоит 100 долларов. Там диагональ 6,53. Здесь 6,47. Но обратите внимание, какая зато здесь маленькая нижняя рамка. Очень-очень маленькая. Конечно, меньше, чем у Redmi. Redmi такую маленькую нижнюю рамку пока дать не могут. Но видим, что небольшие как бы минусы у такого водопада экрана, они присутствуют. Иногда, когда ты смотришь вот так под прямым углом, либо под углом. Ну, вот смотрите, здесь такая синяя полоса образуется на краю. И если ты берешь, ну, иногда, наверное, вот может сработать какое-нибудь ложное касание. Когда ты телефон вот так берешь, вот эту вот часть руки, она может что-то там задеть. Потому что она прям ложится на экран, на сенсорную поверхность. Тоже не особо это, да, конечно, круто. Но зато это выглядит эффектно, зато это выглядит красиво. Сканер, кстати, здесь установлен прямо в экран. Разрешение экрана здесь Full HD+. Экран, ну, на самом деле, достаточно простенький. Здесь всего лишь 60 Гц. Нету поддержки 90 Гц. Тоже не знаю почему. Пора бы уже делать, мне кажется, в таких дорогих телефонах. Экран Super AMOLED. И, как я уже сказал, диагональ 6,47 дюймов. Прикрыт экран защитным стеклом. Corning Gorilla Glass 5-го поколения. И также здесь заднее стекло. Это тоже Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Качество неплохое, конечно, но хотелось бы реально уже частоту обновления хотя бы 90 Гц. Не говоря уже о 120, ну, 120 это было бы уже слишком круто. Телефон все-таки не такой, не совсем флагманский, да, не стоит там 70 тысяч, как многие другие флагманы. Но хотя бы 90 Гц могли бы завести. Сейчас телефон работает на MIUI 11 и на 10-ом Андроиде. Он находит прошивку новую. У меня сейчас установлено 11.03. Я захожу в обновление системы, он мне пишет, что доступно 11.0.10. Я пытаюсь ее скачать, но, к сожалению, ничего не получается. Сейчас какие-то временные проблемы. Это на многих телефонах Xiaomi я заметил в последнее время, что прошивка просто не скачивается. Ты нажимаешь на скачку, а она зависает на нуле процентов. И все. Как это можно побороть? Можно скачать вручную прошивку, то есть зайти на сайт, найти прошивку на этот телефон и обновить вручную через три точки. То есть надо зайти сюда, о телефоне, обновление системы. Потом как же здесь? По-моему, здесь надо остановить сначала, да? Вот заходим в три точки. Дальше. Где здесь скачать полную прошивку? Нет, не так. Ну, короче, можно, можно поставить. Я уже не помню, как это делается. Давно так не делал. Дополнительно, может быть, нет. Настройки. В общем, можно поставить сюда вручную, если она у вас не скачивается. Но это тоже нужно срочно исправлять. Странно, если ты купил телефон за 26 тысяч и еще должен вручную прошивки скачивать, потому что они по воздуху не скачиваются. Я думаю, что Xiaomi это в ближайшее время исправит этот баг. По поводу железа. Что у нас здесь находится в этом телефоне? Какие характеристики? Какой процессор? Процессор здесь установлен, кстати, такой же, как был установлен в Mi Note 10 обычном, не лайт-версии, Snapdragon 730. По мощности он, кстати, примерно равен 720G. То есть по всем тестам он выдает примерно столько же баллов. Это восьмиядерный процессор, сделан по 8 нанометрам. Частота у него 2200 МГц. В качестве видеоускорителя используется Adreno 618. И по памяти здесь 6 гигабайт оперативки LPDDR4X и 128 гигабайт внутренней памяти в Bluetooth версии 5.0. Также у этого телефона есть такая полезная функция, как NFC. Мы без проблем сможем оплачивать все наши покупки. Ну и давайте я вам теперь покажу тесты производительности этого телефона. Сколько баллов он выдает. Итак, первый тест это Antutu. Вы видите, что он набирает практически 300 тысяч 273, что вполне неплохой результат. Греется телефон всего лишь на 2,2 градуса, что немного, и разряжается всего лишь на 2%. Поддерживает 10 одновременных касаний. Сенсор здесь топовый. NFC, как я уже сказал, здесь есть. Вот такие тесты памяти. Кстати, тесты памяти не самые лучшие. Я думал, будет чуть лучше. Такая же примерно память, как в том же Redmi Note 9 Pro, более бюджетном. Хотя Redmi Note 9 Pro сейчас стоит примерно на 2-3 тысячи дешевле вот этого телефона. То есть, со всем они практически сравнялись по цене. Тест на троттлинг тоже отличные результаты показывает. За исключением начала. Тут где-то минуты две, полторы минуты была неполная производительность. Потом телефон начал работать на полную и продолжал работать в течение 15 минут. Был, конечно, небольшой спад, но здесь очень-очень мало. Небольшой спад. Это вот тест Geekbench 5. Тоже неплохие вполне себе результаты. Хай, пацаны. Ну, а теперь мы посмотрим, как работает одна из самых таких крутых, требовательных, популярных игр. Это PUBG. Во-первых, идет во весь экран. Это круто. И теперь мы приземляемся прямо на крышу. Оба, прямо на крышу. Смотрите как. Прямо на крышу. Давайте сейчас устроим паркур. Смогу ли я перепрыгнуть с этой крыши вон на ту крышу? Я думаю, что не смогу, но я попытаюсь. Сейчас разогнаться надо хорошенько. Так, давайте вот так вот побежали, побежали. Ну, и эх, получилось. Смотрите как. Реально я перепрыгнул такое расстояние. А с этой на ту получится? Нет? Мне кажется, уже вряд ли. Потому что это уже слишком далеко. Или вот с этой на ту... Не, с этой на ту не получится. Вон на ту давайте попробуем. Так, побежали, 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 побежали. Эх, не получилось. Ну, ладно. Давайте сейчас попробуем кого-нибудь пострелять. Посмотреть, что из этого получится. Из этого приключения. Так, открыть. Автоматически должен открывать. Залезаем. Здесь у нас что? Тряпки какие-то, шматье. Так, а там что? Да блин, оружия-то и нету. Ну, походу, оружия нету. Чем мне? Кулаками, что ли, воевать? О, нашлось оружие. Смотрите, ну все. Теперь я уже могу куда-нибудь пострелять в кого-нибудь. О, а вот он и чувачок. Вот он и желающий отведать пули. Ну, быстрее. Из чего он стреляет? Из пистолета, что ли? Сейчас в жопу ему прям постреляем. Время пострелять. Между нами пальба. Да где же вы там? Дайте мне залутаться-то хоть спокойненько. Кто где опять? Вы видели? Вон он, смотрите, палит. Есть. Готов. Все понабежали, как эти, блин. Пока я тут лутаюсь. Все, больше вроде никого нет. Всех победил. Ура! Ура! Итак, теперь поговорим по поводу камеры. Ну, как вы поняли, основная камера здесь на 64 мегапикселя. Ее немножко урезали. Если в Mi Note 10 была на 108, здесь поставили на 64. Я думаю, что она примерно того же уровня, как у Redmi Note 8 Pro, как у Redmi Note 9 Pro. Фото должна примерно так же. Ультраширик здесь на 8 мегапикселей, 2 мегапикселя макро и 5 мегапикселей сенсора для боке. Здесь нет, получается, оптического зума. Оптический зум, телевик убрали. Тоже в целях экономии. И одна фронтальная камера на 16 мегапикселей. Давайте посмотрим, как выглядит приложение камеры. Ну, стандартно. Есть режим 64 мегапикселя. Портретный режим для размытого заднего фона. Причем размытие можно регулировать от большего к меньшему. Ночной режим для плохой освещенности. Режим панорама. Можно сделать длинную фотку. Профессиональный режим, где можно все отрегулировать вручную. Дальше, если мы полистаем в следующую, в другую сторону. Это видео. Можно снять видео. Прикольный видеоклип. И замедленное видео 960 FPS. Очень замедленное. Вот, например, ребята, как будет выглядеть видео 960 FPS. Очень-очень замедленное. Разрешаем. Хоп. Видите? Очень-очень медленно все. Прикольно. Но надо снимать только при хорошем освещении. При плохом освещении будет очень-очень темно. По поводу обычного записи видео, в каких форматах можно снимать видосы. Давайте зайдем, проверим. Вот. По умолчанию стоит Full HD 30 кадров в секунду. Дальше можно выбрать 60 кадров в секунду Full HD. Дальше 4K 30 кадров в секунду. И если мы еще раз нажмем, то идет на второй круг. То есть качество уже начинает ухудшаться. 720p. Дальше опять Full HD. Ну и так по кругу. То есть максимально это 4K 30 FPS. 8K, как, например, Pocophone Mi 10, он не умеет снимать. И также он не умеет снимать 4K 60 FPS. То есть вот такой вот формат. Фронтальная камера здесь снимает максимум Full HD. 4K снимать не умеет. Full HD 30 кадров в секунду. Это ее максимум. Ну и давайте сейчас посмотрим, как телефон фотографирует. Я сделаю селфик. Селфик я сделаю без всяких фильтров, без всяких улучшений. Вот я смотрю на камеру. 16 мегапикселей. Но, как правило, в таких телефонах 16 мегапикселей честные. И они фотают нормально. Здесь, конечно, нет супер-супер детализации, но для обычного юзера сойдет. То есть вот такая вот камера. Ну, не флагманский уровень, конечно, но чуть похуже. Чуть похуже, но фото все равно более-менее приемлемо. Также вы можете создать портретную фотку на фронтальную камеру. И в режиме реального времени вы можете регулировать размытость. Вот видите, регулируем. Чуть больше размыто, чуть меньше. Сейчас я сделаю портретник. Посмотрим, как он размывает. Вот все правильно размыл. Уши не размыл, все не смазано. Зато задний фон получился очень смазанным. Неплохо работает портрет здесь. Правильно все вырезает. То есть никаких огрехов я не вижу. Даже потом на постобработке вы можете отрегулировать степень размытия. Если вдруг вам не понравилось то, что вы выбрали, можете сделать ее поменьше, например. Вот как сейчас, да? Студийный свет поставить. Разные вот эти эффекты применить. То есть в этом плане у Xiaomi сейчас очень много эффектов. Можно даже не скачивать видеоредактор, фоторедактор, а все делать в стандартном. И потом это выложить в Instagram. Ну вот, посмотрите, например, фотка какая вышла. Вот это мне нравится. Давайте сохраним. Посмотрите, какие блики. Необычно. Как будто где-то делал в Photoshop. Долго времени на это потратил, да? Такая вот фотография получилась. Хотя сделал ее буквально за пару секунд. И отредактировал за пару секунд. Прикольно. Но это не только особенность этого телефона. Это вообще особенность прошивки MIUI. То есть на многих других телефонах Xiaomi можно сделать так же при желании. Итак, ну а теперь другие фоточки. Это вот фотка с ширика. Понятное дело, что если приближать, ширик дает не сильно высокую детализацию, потому что он здесь простенький. Это фото на заднюю камеру в режиме портрета. Лицо очень четкое получилось. Посмотрите, какие четкие брови. Каждую волосинку вообще видно. Очень детализировано. Как будто сфотал реально на фотоаппарат, на дорогущий. Каждую мелкую волосинку на лице видно. И это поражает. Дальше. Это фото получается 64 мегапикселя. Когда вы включаете этот режим, даже watermark меняется и пишет, что сделана 64 мегапикселя фотка. Так, ну и здесь смотрим. Немножко она подгружается. Долго, да? Ну, 64 мегапикселя. Тоже не рассчитывайте, что вы прям будете до бесконечности приближать, и все будет видно. Но в целом результат неплохой. То есть, посмотрите, насколько сильно можно зазумить картинку, и все равно будут видны какие-то мелкие объекты, детали. Неплохо, неплохо. Даже вот можно при желании, наверное, номер машины посмотреть. Ну, почти, почти. Видно цифры, а вот буквы уже не сильно видно, конечно. Ну и то они в тени стоят. Если бы стояли в свету, было бы немножко получше. То есть, в целом, камера такая, ну, хорошего уровня. Как раз за 25 тысяч примерно она того и стоит. Примерно вот за 25 тысяч она и тянет на эти 25 тысяч. То есть, возможно, снимать видео в 4К. Ширик полноценный, полноценный макрообъектив, портретные фотки неплохие. Что еще? Замедленные видео. То есть, ну, такие вот базовые функции все здесь имеются. Что по поводу аккумулятора? Аккумулятор здесь большой. И именно, наверное, вот это одна из причин того, что телефон весит достаточно много. Он весит больше 200 грамм, а именно 204 грамма. Аккумулятор здесь на 5260 миллиампер час. Вы представляете? Это больше, чем на Redmi 8A, Redmi 9A, Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 8. Больше, чем у всех практически телефонов Xiaomi. И это крутая батарея. Это один из самых, ну, как бы, долгоживущих телефонов в этом ценовом сегменте. Если мы посмотрим на Samsung, на Realme, они за эти деньги с такими характеристиками, таких больших батарей предложить не могут. В этом Xiaomi молодцы. Я думаю, в следующем году они еще сделают больше батареи. Там на 5500, может быть, на 5600. И эта тенденция мне, естественно, нравится. Но, к сожалению, телефон не получил поддержку без проводной зарядки. То есть здесь только зарядка будет осуществляться по проводу через USB Type-C. Проверка звука. Сделаю максимальную громкость. Динамик здесь один. Моно. Немножко мне не нравится, что он именно с этой стороны находится, а не с этой. Обычно я играю вот так вот, держу телефон. У меня слева находится верх телефона, справа низ. Поэтому может звук перекрываться рукой. приходится, придется вот так переворачивать и вот так играть. Слушайте, звук сочный. Звук сочный, но немножко захлебывается, то есть пищит. Сочный, громкий, но немножко пищит на высокой громкости. В итоге, что я могу сказать про этот телефон? Смотрите, по характеристикам это плюс-минус тот же Redmi Note 9 Pro. По внешнему, он, конечно, выигрывает у Note 9 Pro. Он смотрится более дорогим, более стильным, более премиальным. Стоит всего лишь на пару тысяч дороже, но пока по скидке. Если скидку уберут, тогда будет где-то стоить на 9-8 тысяч дороже. Но какие здесь преимущества? Это, конечно, внешний вид, материалы корпуса. Что еще мне здесь понравилось? Ну, в целом, вот какой-то телефон, знаете, вот сбитый, такой неплохой, крепкий середняк. Даже можно чуть выше среднего. Хорошая камера, неплохой экран, камеры достойные. Экран, да, хороший. Мне понравился. Низкие маленькие рамки в том же Redmi Note 9 Pro. Там IPS-экран, может, кому-то не понравится. Огромная вот эта дырка, вырез под фронталку, больше нижняя рамка. Вот. Этот телефон, в принципе, неплох. Есть NFC, большая батарея, хороший экран, много камер. Как бы, что еще надо? Ну, единственный косяк пока с MIUI, с обновлениями, да. Есть чехол уже в комплекте, то есть, ну, вообще нормалек. Быстрая зарядка в комплекте. Есть, оставили разъем для наушников, инфракрасный порт. А, еще один косяк по сравнению с, например, Redmi Note 9 Pro. Это то, что здесь нет поддержки флешек. Может быть, кто-то привык уже, может, у кого-то на флешке хранится музыка его. Сюда, к сожалению, ее вставить не получится. Придется все перекачивать именно в память телефона. На этом все. Я оставлю ссылку в описании на этот телефон Mi Note 10 Lite. Всем удачи, дорогие друзья. Всем покедова. Субтитры создавал DimaTorzok